Хотели бы вы еще раз поучаствовать в этом шоу? Нет, никогда в жизни я бы не хотела, никогда в жизни. Я 10 лет, представляете, я 10 лет своей жизни провела в реалити-шоу. Я помню, как я всех девочек сдавала, я не помню, какой это день было. Я постоянно на них стучала, но я хотела всех всегда убить, всегда провоцировала их и делать бы все это забыть. Добрый вечер, Анастасия. Вечер, добрый вечер. Вы участница холостяка. Ой, да, это было очень давно, и хотелось бы все это забыть. Можно прям пару вопросиков, пожалуйста? Конечно, конечно. Как вы относитесь к тому, что сейчас холостяк, который будет в будущем сезоне, не очень медийный, а просто обычный деревенский парень? Я на самом деле, когда увидела новости, кто будет холостяком, я обрадовалась, потому что это очень симпатичный парень, и у меня даже проскользнула мысль, почему я не на этом холостяке. Ну, во-первых, он не медийный, а симпатичный и молодой. Хотели бы вы еще раз поучаствовать в этом шоу? Нет, никогда в жизни я бы не хотела, никогда в жизни. У меня есть молодой человек, наконец-то у меня все в жизни нормализовалось, и поэтому не-не-не. Это был опыт, это была для меня некая работа, и не хотелось бы, нет. А можно попросить вас вспомнить какой-нибудь самый, не знаю, трэшовый момент, вот с холостяка, в котором вы участвовали, самый такой запомнившийся вам? Это было пять лет назад, мне кажется, каждый день был трэшовый. Ну, что прям такое? Ну, я помню, как я всех девочек сдавала, я не помню, какой это день был, я постоянно на них стучала, но мне никто не верил. Не верил до конца проекта, но я же без дела никогда не начну что-то лишнее говорить или врать. Но я хотела всех всегда убить, и всегда провоцировала их, и прям самый трэшовый. Ну, я помню, как мы с девчонками очень сильно плакали из-за того, что одна из наших подруг покинула проект. Это было просто, это самое, наверное, эмоциональное, а не трэшовое. А такое прям трэшовое я не вспомню. Честное слово, это было пять лет назад, это даже какой был. Какой совет вы могли бы дать будущим участницам «Холостяка»? Ну, в первую очередь быть собой. Мне кажется, это должно быть главное правило для участия в проекте. А во-вторых, наверное, я бы сказала, грубо. Ну, скажу, грубо вы можете вырезать, чтобы после проекта девчонки не становились проститутками. А были случаи? Ну, если посмотреть, то да. Ну, прям по их образу жизни видно, какими они были до проекта и какими они стали после проекта. Начиная от всех этих фотографий, путешествия в Инстаграм. Дубай, куда у нас там еще любят летать? Монако. Я понимаю, на что вы намекаете. Поэтому, наверное, самое главное не становиться плохой девчонкой после проекта «Быть хорошей». Настя, скажите, пожалуйста, вы вне камеры отличаетесь от того, что на телевизоре? Ну, я думаю, что да. Вот когда включаются камеры, мне всегда говорили, что у меня выключается мозг. Я не стесняюсь о выражениях, например. Не знаю, мне очень нравится провоцировать людей. А делать это еще на камеру, ну, наверное, нравится вдвойне. Но в жизни я не такая. Я никогда на пустом месте не буду ругаться. Для меня реальти-шоу за последние 10 лет – это работа. Меня туда приглашают, потому что, знаешь, что без меня, ну, будет скучно, неинтересно. А со мной хотя бы интриги, скандалы, расследования. Вы не думали пойти в «Дом-2»? Никогда в жизни не. Ну, мне кажется, это прямо оно. Не-не-не, «Дом-2» не-не-не. Мне уже 32 года, мне не «Дом-2» нет. Еще касаемо то, что в жизни я другая, я в жизни очень спокойная. Меня вывести на эмоции в жизни, ну, невозможно, наверное. Я как бы все это придержу себе, но если вы включите камеру, мама не горюй просто, начнется. Вау, мне даже страшно стало. Но я не хочу больше на реальти-шоу. Я бы хотела, наверное, быть креативным каким-нибудь директором, продюсером реальти-шоу, но участницы нет. Я 10 лет, представляете, я 10 лет своей жизни провела в реальти-шоу. Это сколько проектов в моей жизни было. Поэтому нет, хватит, надо остановиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова